У собаки по имени Тэш начинается рабочий день. «Здравствуй, Элси. Я привела Тэш к тебе повидаться». Сегодня Тэш навещает постояльцев дома престарелых в австралийской Тасмании. «Тэш – хорошая собака. Ей очень нравится эта работа. Они любят её гладить. Все знают, что если человек имеет возможность гладить и трепать собаку, особенно на протяжении нескольких лет подряд, то это полезно для здоровья». На такой своего рода собакотерапии специализируется местная благотворительная организация. Животных приводят для недолгого общения в дома престарелых, больницы и школы. «Это очень расслабляет. Они тают, начинают общаться, разговаривать сначала с собакой, а потом уже с нами. Собаки очень важны». Особую пользу от общения с мохнатым гостем отмечают для страдающих слабоумием. «Страдающие слабоумием порой могут вести себя неадекватно. Конечно, собаки не могут это вылечить, но они могут способствовать тому, чтобы таких приступов стало меньше». Однако есть проблема. В благотворительной организации не хватает добровольцев для такой работы. Раньше в этот дом престарелых приходило по шесть собак. Теперь только Тэш. «Много собак ушло на пенсию. Волонтёры ушли на полный рабочий день. Сейчас они стали приходить реже, и это печально». «Есть центры оказания поддержки пострадавшим, отделения для людей с травмами головного мозга. Много мест, которым было бы очень полезно раз в неделю приглашать собаку. Но мы не можем приходить, пока у нас не будет больше волонтёров». Организация ищет собак с хорошим характером и их владельцев, которые хотели бы посвятить немного своего времени помощи другим. Прежде чем животные будут допущены к пациентам, они должны пройти строгий отбор.